Всем здорова! Сегодня давайте поговорим по якорной стоянке. В общем, 20 минут назад мы отдали якорь в районе порта Высоцк. Наш вообще destination это порт Выборг. Ну так как мы стоим до вечера, почему-то нас здесь поставили. Но там нет возможности, видимо, по глубинам не позволяет для стоянок. В общем, заход долгий. И какие моменты нужно учитывать заранее. Соответственно, зовешь порт контроля, спрашиваешь, здесь я уже по-русски разговаривал, проще намного, спрашиваешь, где наша якорная стоянка. Вот они им сказали 18D. Соответственно, я уже знал, где она находится. До этого, когда ты это делаешь, тоже постичь план, маршрут проверяешь. Соответственно, если ты уже знаешь сто процентов, что будет якорная стоянка, соответственно, надо этот момент учесть, проверить все-все-все ближайшие эти места. Соответственно, мы начали уже подходить к якорной. И она у нас свободная, в принципе, погода идеальная. Заранее что надо было делать? Позвать машинеров, чтобы они приготовили вторую динамку, вспомогающих, да? Вот. Соответственно, также позвал я АЭБ, чтобы ушел готовить якорь, если получится. Ну, потом уже начали подходить, соответственно, за 15 минут я позвал капитана. По поводу сбавления скорости, соответственно, здесь хватает за одну милю, да, можно сбавиться полностью. Даже за полумили, я думаю, остановимся спокойно. Вот. Когда в блюзду, соответственно, там будет немножко дольше. Вот. Ну, если большое скопление на якорной стоянке, соответственно, тебе надо заранее сбавляться, чтобы там подходить, там, на минимальной скорости. Вот. Между судами иногда приходится протискиваться. Тоже моменты такие бывают. Еще и погода плохая. Вот. Ну, а когда идеально, то есть, ты подходишь и уже там, начинаешь сбавляться, когда остается у тебя полмили или миля. Соответственно, также по подходу ты уже идешь, видишь глубина, где установил уже точку, да? Позже покажу на электронке, то есть, я уже вижу, какая будет глубина приблизительно. В этом районе сколько смычек также, да? Вот. Включаем эхолот. Вот. Крупный масштаб, значит, радар настраиваем уже, да, мы подходим тоже. Вот. Берем рацию, да, уже проверяем также, как у нас IB, там, на приеме, не на приеме. Вот. И начинаем, значит, уже активно сбавляться и, когда останавливаемся, смотрим ветер и выходим на, чтоб ветер нам в лицо, короче, дул. Вот. Соответственно, тогда мы уже начинаем отдавать якорь. Ну, допустим, сегодня все равно у нас начало разворачивать, как бы это, в принципе, не суть. Там остановился, когда уже один узел остается, чуть меньше, ты уже спокойно отдаешь его. Вот. Вот. Но у нас глубина 23 метра. Мы отдали сегодня три смычки. Этого достаточно. Судно держится хорошо. Грунт у нас ил. Проблем никаких не составляет. Бывают на песке, начинают тащить и так. На еле не помню, чтобы когда-то были проблемы. Соответственно, отдали якорь. Все держит. Включил. Ходовые выключили. Включили якорные огни. Доложили в порт Высоцк. Выставили на, значит, на радаре, да, анкор-вотч. Записали журнал, координаты, время, да, когда отдали якорь. Какой якорь, правый или левый, сколько смычек записали. Ну и также с лого записываем, сколько мы пошли дистанцию по факту, да, к этому времени. Вот. Ну давайте посмотрим, да, визуально, как что-то у нас выглядит, да, якорный снайд. Также, да, еще, соответственно, шар, как по правилам, да, ППСС должен обязательно быть. Ну, даже ночью он должен быть, хотя он, в принципе, для дня, да, но уже заранее его поднимают. Также флаг, естественно, стороны. Дополнительное освещение всех палуб. Вот. Эхолот включен, да, он сейчас глубину показывает. Эээ, вот, анкор-вотч установлено. Всегда анкор-вотч с капитаном пользуются, они любят эту фишку, хотя, по сути, она не так важна. Ты можешь и так видеть этот дрейф, ты по координатам видишь, смещаешься, ты нет, скорость тоже наблюдаешь. Ничего сложного в этом нету. Дежуришь на каналах, да, сразу же сказали, что будет информация по поводу захода в порцию, вот здесь на девятом, на шестнадцатом канале мы держим связь. Вот. Второй радар, радар включен, электронка. Вот журнал, да, якорь сбросили, время записано, сколько смычек, вводим все, координаты. Прошел сколько по милям, вот, это анкор. Почерк у меня корявый, не обращайте внимания. Вот, это самое основное, вроде, такое, да, больше нюансов никаких особых-то и нету. Ну и, соответственно, когда якорь надо будет верить, процесс обратный, да, здесь надо будет, там, вот, вот машину же готовить, запускали двигатель, также вызывать A&B, вызывать капитана, вот, соответственно, там Лосман уже, соответственно, готовить Лосманский трап, потому что надо пустить милю до Лосманска здесь, вот, соответственно, как бы на быстро-быстро движение наводить, когда сообщат, Тебе скажут, сколько времени вам хватит Бывает, некоторым час нужен На этом судне достаточно полчаса Чтобы быть готовыми Не поднять якорь Недолго Минут 40 это займет Больше ничего интересного Всем пока!